Своё право на достойную пенсию требуют и военные пенсионеры. Повысить её с 1 января им пообещали ещё в прошлом году, но первый месяц 18-го заканчивается, а денег нет. Когда будут пересчитывать выплаты, разбирались наши корреспонденты. Возле входа во дворец офицеров в Староконстантинове Хмельницкой области собрались военные пенсионеры. Генералов нет, зато есть полковники, майоры. Многим уже за 60 и по четверть века военного стажа в Афганистане и других горячих точках. Требуют справедливого пересчёта пенсии, которого не проводили с 2012 года. Військовым 542 тысячи украинцев, військовых, офицеров и прапорщиков остались за бортом. Уряд поднял зарплату действиям військовослужбовцям не постановой Кабинета Министров, а приказом Министра Обороны. И, используя эту бюрократическую зачипку, они не дали справку в пенсионный фонд и не провели по рахунку пенсию військовослужбовцам. Это прямое порушение нормативных документов самого уряда. Поэтому наша фракция обратилась к генеральному прокурору с запитом, чтобы была надана соответствующая оценка правоохранителями деятельности уряда. Мы пошли в суд и дали заявку в суд на уряд, чтобы он перераховал пенсии и выплату військовослужбовцам. Повышение пенсии на 62% – это полторы тысячи гривен в среднем для более полумиллиона военных пенсионеров обещали в прошлом году. Специально для этого в бюджет планировали заложить около 12 миллиардов гривен. Но чтобы повысить выплаты, нужно принять отдельный закон, говорят в правительстве. Лидер АПО Блока утверждает, это не совсем так. Не нужно никаких законов, потому что все нормативные документы и так есть. Есть постановка Кабинета Министра, есть закон 92-го года. Все нормативные документы для того, чтобы выраховать пенсию, они есть. И уряд, не выполняющий их, порушивает власные нормативные документы. Бюджет ничего не заложено, кроме того, больше того. Заложили бюджет на пенсии на 15 миллионов, даже меньше, чем в предыдущем году. И я думаю, что это будет пустая обещанка уряда, они ее не выполнят. Юрий Бойко надеется, что повышение пенсии военным удастся добиться в суде. Решения служителей Фемиды ожидают в феврале. Павлина Василенко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.